Водка, водочка, водяра. Польза. Водка отличный антисептик. Основная польза от напитка в этом плане проявляется, если не употреблять его внутрь. Оно прекрасно обеззараживает кожу, снимает болевой синдром. Нередко водкой растирает обожженную солнцем кожу после неудачного загара. Водочные компрессы эффективны при высокой температуре, ТЭК. Помогают снять жар. Обеззараживающие качества водки проявляют себя и при приеме внутрь. Она отлично борется с токсинами, не случайно лучшим народным рецептом от отравлений является прием водки с солью. Эффективна водка в небольших количествах и в борьбе с вирусами и простудой, особенно в сочетании с перцем или медом. Обладая мочегонными свойствами, напиток выводит лишнюю воду из организма, помогает бороться с отечностью. Водка – прекрасный консервант, усиливающий свойства используемых вместе с ней лекарств. На ее основе нередко готовят лекарственные настойки, эффективные при болях в суставах и спине, а также в борьбе с выпадением волос. Доказана эффективность крепкого алкогольного напитка при грибковых поражениях ногтей и кожи, неприятном запахе изо рта, воспалительных процессах в горле, головных болях. Содержащийся в составе спирт разрушает холестериновые бляшки. В результате регулируется уровень холестерина, оказывается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, варикозного расширения вен. Спиртное способно повышать давление, устраняя негативные последствия головокружения, головные боли. Стимулирует аппетит, регулирует выработку желудочного сока, нормализует пищеварение. В небольших количествах водка эффективна при психоэмоциональных расстройствах, депрессии, бессоннице. 50 мг алкоголя перед сном стабилизирует работу нервной системы. Умеренное употребление минимизирует риск развития сахарного диабета. Злоупотребление водкой может привести к следующим последствиям. Нарушение работы головного мозга. У регулярно пьющего человека наблюдается заторможенность и снижение скорости реакции. Снижается умственная деятельность, восприятие, страдает кратковременная, а затем и долговременная память. Цирроз печени. Употребление алкоголя в несколько раз увеличивает нагрузку по выводу токсинов из организма. Постепенно печень перестает справляться со своей задачей, возрастает риск развития цирроза, гепатита. Развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, язвы, гастрита и прочее. При приеме в больших дозах нарушает работу поджелудочной железы, в результате чего снижается уровень выработки инсулина. Негативное воздействие оказывается и на мочеполовую систему. Чрезмерное потребление может привести к бесплодию, снижению потенции у мужчин. Потребление алкоголя вызывает усиленную работу сердца. Сокращение сердечной мышцы происходит с повышенной частотой. В результате клетки получают недостаточное количество кислорода, что влечет за собой развитие аритмии и гипертонии. Любой алкоголь оказывает сильное влияние на нервную систему. Чрезмерное потребление ведет к депрессиям, развитию суицидальных настроений, апатии, вспышкам неконтролируемой агрессии. Рассчитать безвредную дозу каждый может самостоятельно, исходя из типа напитка, массы тела и имеющейся закуски. Главное помнить об умеренности, и тогда употребление алкоголя пойдет только на пользу здоровью.